Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, зима набирает обороты и считается, что зимой уж кто-кто отдыхает, так это аграрии. Дескать, ну что им еще делать? Ну, может быть там что-то, трактор починить немножечко, а в целом расслабон, что называется. Ну, на самом деле, агрария вовсе не расслабляется, особенно это касается руководства, потому что руководству голова болит. А где взять кадры уже на будущий сезон? Как говорится, готовь телегу зимой. А с кадрами проблемы на селе давно уже. Уже давно, собственно говоря, русская деревня – это проблема депопуляции. Народ уезжает, народ вымирает, а работать надо, потому что кушать надо, в том числе и горожанам, конечно же. И кто будет работать на селе, где подготовить эти кадры, почему они бегут с села, что сделать, чтобы удержать людей на селе. Об этом мы сегодня и поговорим. Хочу представить гостей студии. Это Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Антон, добрый день. Это Борис Викторович Жуков, директор колледжа имени Петровского, город Ржев. Добрый день. Это Николай Николаевич Панин, заместитель генерального директора ООО «Биовек Москва», консалтинговая организация. Добрый день. Добрый день. И человек, который, собственно говоря, и труется на земельке нашей русской, а именно в Ленинском муниципальном округе. Это Николай Иванович Калинин, председатель СПК «Березка». Добрый день. Спасибо большое, уважаемые господа, что нашли время прибыть к нам. А вы, дорогие телезрители, задавайте нам вопросы по телефону 300-190 и просто высказывайте ваше мнение. А может, вы горожанин мечтаете поехать в колхот, говоря по старинке. Может, наоборот, уехали или не хотите. Расскажите, почему. А может, вы как раз труетесь на селе, вот то самое аграрий, который своими руками растит, картошку, лук, морковку и так далее. И выскажите ваше мнение, почему вот такая проблема складывается. И почему, кстати, если вы действительно аграрий, почему вы до сих пор не сбежали в город и остаетесь у себя в вашей родимой деревеньке. Итак, 300-190, прямой эфир. Итак, Антон, вот я знаю, что сегодня подписали соглашение взаимодействия. Что с соглашения, кто подписывал? Ну, я присутствовал тоже, был приглашен в Министерство промышленности и торговли Тверской области, как раз по инициативе коллег, производители, сельхозтоваропроизводители, четыре предприятия из различных муниципальных образований и колледжа имени Петровского. Договорились взаимодействовать в сфере подготовки кадров, потому что действительно есть определенные сложности с рамками образовательных стандартов. С одной стороны, есть дефицит, собственно, работников на селе, и есть вопросы к подготовке, к практической стороне. Я думаю, сегодня как раз подробно об этом поговорим. И Министерство промышленности и торговли предложило дополнительную поддержку в части сбыта сельхозпродукции, в федеральной торговой сети, но это тема отдельного разговора. Также, поскольку Минпромтор курирует, по-моему, 20 среднепрофессиональных учебных заведений, и вот колледжа имени Петровского именно в сфере на стыке промышленности и сельского хозяйства здесь предложил свою помощь и менять подходы. Вот об этом сегодня как раз говорили. Ну а проблематика, она есть и традиционная, но и добавляются новые вопросы, которые мы будем вместе решать. Ну действительно, касаемо подготовки кадров, вот скажите все-таки, Борис Викторович, сколько Вы готовите в год, сколько Вы пускаете в год людей, по каким специальностям? По всем формам обучения мы готовим где-то 400 с лишним человек. То есть получается у Вас студентов одновременно? Да, у нас в колледже обучаются преимущественно и только рабочие кадры. Готовим рабочие кадры. Матон и Кольц. Да, все они входят в список, рейтинговый список топ-50. То есть пользуются популярностью и спросом у молодежи. Наша молодежь распределяется, трудоустраивается неплохо, практически 100% трудоустройства. Куда Вы отслеживаете судьбу Вашей студентов? Да, отслеживаю в различные отрасли народного хозяйства. Но у нас, так сказать, большая часть проживает на селе наших студентов. Ну и распределяются многие на село. Хотелось бы так думать, но... Нет, нет, подождите, хотелось бы думать, чтобы у нас в России экономика была хорошая, по факту она не очень. Еще раз, сколько у Вас в год выпускается? По всем формам, я говорю, где-то 400 человек. Это вечерний. Выпускается? Да. То есть четыре человека выпускаются? Вечернее обучение, дневное и так далее. Хорошо, извините, Вас перебью. Все-таки это очень интересный вопрос. У нас просто сейчас реклама небольшая, дорогие телезрители, у нас небольшая реклама. Потом мы продолжим разговор о проблемах с кадрами на селе. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим сегодня о такой известной проблеме для нашей страны, как о дефицит кадров на селе, именно рабочих кадров, конечно, в первую очередь. У нас как раз среди гостей нашей студии директор колледжа имени Петровского, это Ржев Борис Викторович Жуков. Борис Викторович, сколько у Вас ежегодно Вы даете дипломов по весне? Где-то 120. А какие специальности? У нас профессии. Профессии и специальности немножко разные вещи. Профессии. Электрогазосварщик. И здесь же в скобочках мы ставим владелец частной сварочной мастерской. Потенциальный предприниматель, кстати. Потенциальный предприниматель, да. Ну, раз владелец, конечно, владелец. Повар-кондитер. В скобочках пишем. Владелец частного кафе, владелец частной пекарни. Автомеханик, мастер машинно-тракторного парка. Владелец слесарной мастерской и так далее. Мы в учебный процесс включаем еще и коммерческие дела и даем навыки предпринимательской деятельности, юридической обоснования и так далее. А трактористов-то готовите? Да, трактористов готовим. Всех марок и категорий. Практически всех. водителей, водителей автомобиля. Сейчас, правда, в этом году только категории Б. А почему? Ну, такие условия нас заставляют сейчас. Не нужны насилия водителей грузовиков, которые положили на мост? Нужны, мы не можем выдерживать требования, которые предъявляют сейчас. Я, Роман, сам в Оржеве учился в школе. В следующем году, по-моему, юбилей, да, у колледжа? Да, у нас 70 лет нашему колледжу. Ну, а создавался он так? Профиль-то был именно такой, как НТС, тракторный, да, сельскохозяйственное? Да, создавался как училище механизации сельскохозяйственного производства. А почему тогда профиль уже сейчас несколько другой? Ну, жизнь так распорядилась. А как так распорядилась жизнь? Ну, в том плане, вот мы говорим дефицит, что кадров населее. Вот, Николай Иванович, ощущаете дефицит кадров? Да. Кого вам нужно? Нужны трактористы, нужны газосварщики, нужны доярки, ну, конечно, этим не занимаются. Ну, понятно. Ну, и также специалисты нужны. Специалисты это? Механики, зоотехники, инженера. Паррекции, видите, как жизнь-то распорядилась? Пекари-то я вряд ли был, владелец сейчас на пекарне в деревне нужны, наверное. Жизнь распорядилась так, что мы в 54-м, 55-м готовили 1200 механизаторов на всю область. Сейчас готовим, ну, где-то больше 100 механизаторов. Думаете, столько и нужно? Вот, человек говорит, нужны. И не только он, я думаю. Мы сегодня заключили договор, вот, и будем обучать ребят, будем направляться, стараться выполнять соглашения, которые подписали. И конкретно готовить профиль, да? Ну, известно ведь, что сельское хозяйство претерпело кое-какие изменения за последние 30 лет. И хорошо сейчас, хороший примет в последнее время, что у нас подтягиваются на обучение трактористы. Да, подтягиваются. Раньше мы готовили по 20, а то и по 15 человек в год. Сейчас, да, одну группу. Сейчас мы вот увеличиваем. Спрос начинает быть. Устанавливается. Мне кажется, здесь еще, знаете, вот, важно, чтобы любое учебное заведение, оно было гибкое и в плане, там, своих требований подстраивалось под запрос рынка. Ну, а редактор запрашивает людей, вот, как колхоз, называя прежним языком, так и у нас сейчас, как известно, в регионе, сколько агрохолдинги-то? Вот, губернатор подпил соглашение, у нас это овощные, овощи, тепличный комплекс, у нас, соответственно, инвесторы новые заходят, свиноводческие, огромные, причем, комплексы, это же все нужны люди. В следующем году, вот, планируется, вот, у нас в Беженске, известно, это коралл тоже возобновит, работает. Сколько народу-то надо? А, по идее, вот он спрос страны рыбы. Спрос есть. Спрос есть. Дело в том, что, вот, у Николая Ивановича хозяйство, которое, в принципе, есть у него необходимость в механизаторах, но у него нет жилья. Мы из Ржева не направим туда, и сейчас, и из его деревень, которые на территории располагаются, оттуда не возьмем абитуриентов или наших студентов. Почему? Нет никого? Ну, это надо спросить, почему? Я думаю, знаете, здесь вопрос, Борис Викторович, не в этом. Есть у Николая Ивановича жилье, жилье есть. Он может принимать и на практику, на производственное, на прохождение производственной практики. Дело в другом. Правильно сказали о том, что объемы сельхозпроизводства на территории региона растут. Заходят новые люди, новые инвесторы. Также просят, допустим, возьмешь любой нормативный правовый акт, подготовить высококвалифицированных специалистов. Но, тем не менее, любой специалист должен обучаться, проходить обучение на современной сельскохозяйственной технике, а не на стареньком, но надежном МТЗ 20 века, грубо говоря. Он должен все-таки, если говорить о цифровизации, о которой все говорят, вот мы были недавно в Дмитровой горе, Джон Дзире, там простого студента не посадишь. Вот он выпустился, его надо переобучить к цифровизации, чтобы он мог пользоваться теми программами, которые сегодня внедрены в сельхозпроизводство. Мне думается, что руководство региона, правительство Тверской области, оно должно все-таки, когда говорят о том, что идти в ногу со временем, в том числе средне-специальные учебные заведения, обеспечивать не только на словах этот темп, а внедрять, допустим, студенты должны современная техника, ну хотя бы проработать этот вопрос, потому что никуда не денешься, время не стоит на месте. Студенты должны обучаться, мне так кажется, студенты должны обучаться в нормальных аудиториях, в теплых аудиториях. Студенты должны заниматься культмассовой работой, отдыхать. Должен быть нормальный актовый зал для проведения мероприятий. Нет, я подвожу к тому, что, так как мы с Антоном Владимировичем земляки с города Ржева, и все, что происходит в городе Ржеве, и в плюс, и в минус, мы и радуемся, и огорчаемся иногда. Вот когда я смотрю на колледж Петровского, замечательный колледж, 70 лет юбилей скоро, почему-то Борис Викторович не говорит, что на выставке в Монреале занимали первые места. Но сейчас не об этом. Колледж нуждается во внимании со стороны губернатора Игоря Михайловича Руденя в том, что необходимо отремонтировать актовый зал, чтобы студенты могли проводить мероприятия. Необходимо обратить внимание на общежитие. Нет, мы сейчас не пройдемся. Нет, я просто, я говорю, знаете, если подходить, надо же подходить системно к этому вопросу. А такая специфика, вот мы общались сегодня, подписали договор о сотрудничестве, да. Такая система, она практически везде, вот везде. Это не только колледж Петровского, я на него не заостряю внимание. Это в большинстве среднеспециальных учебных заведений, по крайней мере, входящих в Минпромторг Тверской области. Я просто приведу такую цифру. Сейчас поступает бюджет Тверской области в законодательное собрание. На срочный аварийный ремонт, вот где там, да, общежитие, сыпется, рушится, выделено 17 миллионов рублей. Рублей, 17 миллионов. Минпромторг просил выделить хотя бы 212 миллионов, 17 миллионов. У меня просто вопрос. Директор приходит и просит, директора приходят и просят выделить. Говорит, ПСД необходимо. Чтобы сделать ПСД, это либо внебюджетные средства, проектно-сметная документация. Она стоит денег. Вот, естественно, немалых, грубо говоря, зависит от объема. Вот. Руководители приходят, а им говорят, вы либо развиваете, берите деньги с внебюджетки, собственные, которые зарабатывают. Либо вот то, что заложено в бюджете. А то, что заложено в проекте бюджета на 2022 год, оно не позволяет ничего сделать. Не только Жукову, но и Смирнову, и Сидорову, и остальным. Просто, знаете, вопрос в том, что кадры, они будут, экономика Тверской области, она динамично развивается. И сельхозпроизводство, оно динамично развивается. И все мы понимаем это. И колледж на сегодняшний день заявил сегодня, как бы, на совещании в Минпромторге о том, что исторически мы можем удовлетворить те объемы, которые ставит жизнь перед нами. По механизаторам, грубо говоря, да. Поэтому я просто к чему веду, что студенты, студенты должны обучаться в нормальных условиях. Ну, хорошо, я согласен. Вот да, современная техника, мне кажется, все-таки важнее, чем актовый зал. Слушайте, я отучился в университете, я одной из студий с ней не был, качество моего образования не стало хуже. Мне хочется, знаете, все-таки поговорить о технике касаемо. Вот Николай Иванович, у вас какая техника? Старая техника. Вся старая? Нет. А вам, соответственно, подходят те студенты, которые обучаются в наших колледжах, насколько я понял, старые техники? Обучение в колледже-то одно, а на месте их можно немножко подучить. Конечно, да, учить. На что-нибудь, да. У нас были много студентов, на практике были, и потом оставались, значит, после выпуска. Ну, вы довольны, кто к вам приходит после колледжа? Да, это были местные, конечно, но получали они подрывы потенциал, значит, какие-то доплаты там. Ну, вот отработали свой срок и ушли опять. А какой срок? Они что, у вас? Три года, что ли? Нет, три года. Три года было. А потом... Ну, имеется поддержка государственная, финансовая. То есть, человек учился на тракториста, на комбайнера, может быть. У вас три года и уехал в город, а где он в городе на комбайнах? Нет, он учился в ПТУ, отработал три года, пока была вот эта поддержка. Финансовая поддержка. То есть, он обучился на комбайнера и уехал в город? Да. На комбайнера, вот, очевидно. На газон на комбайнер, наверное, обрабатывать. Может, на кухонную. Скорее всего, телефон. На кухонную, наверное, правильно. Значит, о чём, коллеги? Значит, здесь не только дело в поддержке. Я знаю, как, скажем так, постоянный участник заседания правительства, что губернатор лично видит и контролирует ситуацию и с общежитиями, и с СПО. Более того, вот этот год был показательным в плане привлечения подростков к труду в летний период. Вот в разы там нарастили объём поддержки, и работодатели, многие просто не знают, что можно там молодого человека в 15 лет привлечь к труду, и ему государство будет доплачивать. Это тоже такой дополнительный стимул. Я думаю, Борис Викторович помнит в советские времена, когда мы все в летние каникулы на клубнику, на капусту. Я лично это по осени на картошку, опять на уборку и капусты, и свинопа. И сейчас это отдельное направление. Я думаю, все мы это помним как раз. Средства выделяются. Но мне кажется, здесь ещё проблема, ну, то, что мы не можем, наверное, так вот взять и тренд такой урбанизации, как-то на него повлиять, там, одномоментно. Плюс ещё всё-таки, наверное, вот в предыдущие годы имидж или как престиж профессии, это тоже важный аспект такой. И, конечно, на него влияет и материально-техническая база, там, и оборудование, там, ну, и, в принципе, такая пропагандистская что-то. Средства массовой информации. Я согласен с огромнейшим ролью и СМИ, и кинематограф вынесли, что куда лучше сидеть, где-то там на каком-то 28-м этаже Москва-Сити, непонятно чем заниматься. Обратите внимание, сейчас современные все фильмы. Вот поймайте на мысли, вот смотрите кино, там, вроде, какое-то что-то делал. Чем занимается человек? Он ходит в какой-то офис. А что делать, непонятно. То есть, если мы смотрим советские фильмы, там, например, «Высота» понятна, они собирают вот это огромное предприятие. Если мы смотрим, там, «Кубанские казаки», понятно, они выращивают, они вот, мы видим, убирают пшеницу и так далее. Чем занимаются герои современных фильмов в каком-то офисе? Это непонятно. Поймайте на мысли, совершенно непонятно, чем он занимается, в какой он профессии трудится. Какие-то презентации уже от чего-то, ну, молодежь смотрит, я так хочу. Ну, красивая жизнь. И никто не хочет, да, кабана красивая, она непонятная. Никто не хочет сесть за руль комбайна. Скажите, все-таки, а может быть, дело в зарплате, может, комбайнер мало получает, действительно, там, по нынешним временам 15 тысяч, он говорит, 20? Ну, 20 тысяч у нас, допустим, средняя заработная плата, это по хозяйству за год. Ну, а сезонная работа механизатора зарабатывает гораздо больше. У нас, ну, сколько? Ну, если, конечно, там от выработки зависит, ну, вот, допустим, позапрошлом году у меня комбайнер намолотил 700 тонн зерна, на компании «Дон» на стареньком 1992-го года заработал более 70 тысяч рублей. В месяц. Да, за месяц. За сезон. А сезон, это сколько? Ну, в месяц. А потом? Всех вот интересует, а дальше? Ну, а дальше, дальше 15-20. Ну, ведь согласитесь, что сейчас, учитывая, как выросли цены, ну, тоже это объективная реальность. Мы можем много сейчас тоже кричать все на село, но человек даже нас не под... Либо услышит в эфире, либо не услышав просто к вам придет, а сколько? Он скажет 20 тысяч, ну, 20 тысяч. Тем более я знаю, что, к сожалению, к моему и удивлению, возмущению, в районах, в районах, в райцентрах, Ржев, Весигоск, все же стоит дороже, чем даже в Твери. Все время удивляйтесь, как люди в провинции вживаются, у них зарплаты меньше, чем в Твери, а в магазине все стоит дороже. Общаясь тоже со студентами, в высшей школе, знаете, тоже есть такой перекос, когда он только выпустился и уже говорит, а вот ты мне вот 70 тысяч зарплату, да? Тоже. Предоставьте, непонятно там... А он, потому что вам сразу скажет, а я хочу, потому что купить хорошую машину, я хочу за границей на юга ездить, я хочу шопинг в торговый центр. Все все хотят, но так сразу не бывает. Нет, я знаю, Антон, но это раньше так считалось не бывает, когда молодой инженер в советское время получал, не столько, сколько получал инженеру уже со стажа в 20 лет, а сейчас молодежь приходит, им сразу хочется именно вот это. Все и сразу. Каждый год дорогие шмотки, тусоваться красиво в клубе, дорогие напитки попивать и так далее. Роман, ну вы вначале же сказали, отметили правильно, это сформировало средства массовой информации. Кино, вот сейчас молодежь, вы посмотрите, Apple, да, грубо говоря, дорогие телефоны, вот это подражание жизни, вот это все. Правильно? Он приходит и говорит, дайте мне 70 тысяч, правильно вы отметили, что на шмотки на все это? Да. И дайте мне сразу и сейчас здесь. Давайте поговорим, что можно все, какие варианты решения, ну хоть как-то снизить остроту этой проблемы. Что-то вам сделать? Один тоже из участников сегодняшней встречи в министерстве, руководитель хозяйства, приводил пример, то, что не может найти доярку. Да. Готов там 40 плюс и дальше оплачивать, а нет на рынке предложений. И мне кажется, что здесь вопрос, ну не только в деньгах, не только в уровне зарплаты, хотя он основной. Это дополнительные вещи, связанные с, ну, например, жилищной проблемой, да, сегодня говорили, ну, хорошее, там, есть хорошие примеры, там, Белгородска, в других властях малоэтажного строительства, и это бизнес мог бы здесь включиться, ну, скажем так, выделение земельных участков, строительство индивидуальных жилых домов, усадеб с подключением инфраструктуры, современных. Антон, верно, я понимаю, вот мы уже говорили, почему современных, потому что, ну, опять-таки, молодежь, ну, он дворе 21 век, и 20-летний сегодня современный парень, ну, наверное, не очень хочет жить в старом бревенчатом доме, у которого, давайте называть вещества именами, планировка и так далее, ну, не отвечает современным понятиям, все эти низкие потолки и так далее, и русская печка наша любимая за многие столетия, ну, сейчас, ну, не будет уже, ну, временно, очевидно, наверное, ушло, давайте называть вещества именами. Верно, я понимаю, что это та история, чтобы людям построить современные дома. Да, конечно, конечно, и такие программы и есть, я думаю, просто, ну, не увязаны между собой пока планы по развитию инфраструктуры, да, коммуникации, дорожное строительство в том числе, и вот, ну, скажем, строительство таких домов. Вот, вот сюда нужно и думать, и делать, и в этом направлении, тем более ресурс на селе есть всегда, если предприятие крепкое, оно поможет, да, и люди сами контролируют. Иван Иванович, вы готовы помочь или как-то вот принять такое участие? Вот тоже, вот скажите честно, у вас жилье есть на селе? Свободного мало. Свободного мало. А, который свободный, это, наверное, все-таки заколоченные вот эти деревянные дома? Ну, старинные дома, постройки. Советского переулка. Ну, советского, а то и 30-х годов, там вообще традиционных, вот. Вот, это то, о чем мы говорим, молодежь там жить, наверное, скорее всего, не захочет, в исключении отдельных фанатов. И печку никто не умеет топить, и вообще-то дело небезопасное, как нам, честно, напоминает. Скажите, вот вы готовы как-то, не знаю, сотрудничать с бизнесом, чтобы он начал строить у вас современные дома? Я думаю, тут надо для предприятий как-то увязывать район, область и хозяйство, чтобы строить какие-то служебные, ну, совместно строительство какое-то сделать. Финансирование на строительство домов. Чтобы было служебное жилье. Пришел, значит, там, допустим, специалист или кто, ему предоставили служебное жилье. Он живет, значит, там, понравилось, значит, он в дальнейшем, с каким-то дальнейшим правом выкупа. Интересно, кстати. Да, маневренный фонд. То есть, вы все-таки считаете, что... Раньше было, конечно. Не то, что человек приехал, ему сразу раз и подарили этот дом. Нет, не работы дружок. Нет, конечно, зачем. Подарили уже много, когда было тоже обеспечение. Надарили всего. Ну, то есть, скажите, это вот вы потянули такой, или вы сразу можете нам сказать, нет, вот наш у колхоза таких денег нет в этом участвовать? Если, конечно, губернатор, да, выделит. Чисто нам никак. Ну, вы же... Ну, какую-то часть, конечно, процентов. У вас найдут какие-то деньги, реально? Или у вас вообще казна пустая, есть только непосредственно удобрение, оплата труда комбайнеров, там, ремонт тракторов и так далее? Выделить. Найдем, конечно. Можно найти. Можно изыскать. Ну, любой работодатель за хорошего специалиста держится. Вот сегодня там как-то про статистику... Да, по-моему, Антон, Николай-то Иванович держится, специалист не держится. Вот раз и сбежал в город. Значит, другая мотивация. Вот если зарплата, даже вот примеры с доядками, да, или другие примеры, значит, это не основной мотиватор. Значит, речь о социальной инфраструктуре и, ну, может быть, через жилье, наверное. Вот через такие мотиваторы. Ну, а вот он вам опять какие-то 22-летние скажет, что у нас жилье, магазина нормального супермаркета нет, вечером сходить некуда, дороги, сами знаете, какие в русских деревнях асфальт это мечтает. Есть исключение предприятия, и мы знаем, где оно находится у нас, я лично там был, в Канаковском районе, но это исключение. А в массе своей дороги... Ну, то есть и молодежь скажет, я готов работать на компании, но что мне делать? Да и зачастую с детскими садами проблема, школа, качество, обучение, что один учитель ведет чуть ли не 10 класса ДТП. Фильм «Высоту» сегодня вспоминаю. Таких много фильмов советских, люди вообще на Целину приезжали. Да, и в Анбровке на Целине, да, там всего готового. В Анбровке там у них все было, там сразу все построили, помню, там такая целая улица. Это в фильме только. Да, это, да, поэтому называли. Поэтому все сразу не бывает, да, но для тех, кто мотивирован нормально работать, А такие ребята есть, и их, я считаю, все-таки больше, больше, чем лентяй. Их как раз и нужно вычленять и на практику ориентировать. Вот они были работодатели, работодатели заинтересуются. Кто-то должен строить-то и село, и обустраивать, так просто никто не приедет. Как все так обустраивают кто-то, но нет. Да, ну и надо людей настраивать на это. И должна, конечно, должна быть. А как бы государственная политика должна быть, что там говорить. Государственная политика, она должна быть в том, чтобы сделать дороги хотя бы. Дороги. Не только в деревне, а в самой деревне. Жилье, фельдшерские, кушарские пункты и все, что касается инфраструктуры. Это не сегодня проблема. Учителя, чтобы были, опять-таки, воспитательные в садах. Совершенно верно. Это целый весь. Мы сегодня заключили договор с сельхозпроизводителями, в которых мы ведем по принципам системы дуального обучения. Мы выдаем теорию в колледже, практику, учебную практику и производственную практику. Они проходят непосредственно там, где будут работать. Это правильно. А где же они будут проходить? Да, и мы обговариваем вопросы профориентации, говорим о том, что будем подбирать людей на обучение, обучим их. И если у нас получится все, то в хозяйстве будут 3-4 механизатора широкого профиля, которые смогут уже и другие инфраструктуры участвовать. Вообще в строительстве жила. Потому что пока пахать некому, там и строить некому будет. Конечно. Бывает еще просто, ну, не всегда, может быть, работодателю нужно, там, и он готов ждать 3-4 года, для большинства нужна тоже сейчас, да, потребность. И знаю, что многие практикуют краткосрочные курсы, перепрификация, переобучение. Вот, вот, мне кажется, здесь тоже следует... А скажем, на кого вы можете переобучить, допустим? Мы можем доучить, мы можем переобучить того, кто обучается. Если у нас, скажем, автомеханик обучается, а хозяйству нужен сварщик, электрогазосварщик, мы его можем на третьем курсе обучить и сварщика дать ему, и он поедет уже и сварщиком. И упор мы делаем не на молодежь, которая получает среднее образование и профессию, потом уходит в армию, и девушки выходят замуж и так далее, а на краткосрочные курсы, которые позволят подготовить состоявшегося человека, мужчину, женщину, не только из числа детей. Те, которые уже реально будут проходить практику, которые реально будут ориентироваться на это хозяйство, и приедут к нему уже дипломированным рабочим. Кстати, в этой части государство тоже помогает. Недавно в вашу передачу смотрел, речь была про социальные контракты, и те, кто по критериям подходит, до 30 тысяч рублей, и любое обучение, особенно вот такие краткосрочные моменты, могут быть компенсированы. Это, я считаю, тоже хорошая история, но просто, может быть, пока не до конца увязаны потребности бизнеса, возможности колледжа и дополнительные федеральные и региональные программы. Такая координация. Ну, то тоже будем с этим справляться вместе, работать. Самое главное, есть желание двигаться вперед, есть желание взаимодействовать. Конечно, то, что ситуация с кадрами, она острая, это понятно, но из каждой ситуации есть решение и есть выход. Не так все плачевно на самом деле. Есть и студенты в Сахаровской нашей сельскохозяйственной академии, которые прекрасно работают и показали себя на полях, на фермах. Есть средне-специальные. То есть есть ребята, которые выросли на селе, и они стремятся на село. Вопрос условий, здесь мы сегодня обсуждали, да, но условия, правильно сказал Николай Иванович, привязывать к муниципальному образованию региональной власти и хозяйству. Многие могут софинансировать. Есть такое. Хозяйства могут участвовать в программах по софинансированию. Но и государство должно принимать в этом активное участие. Если мы берем вопрос по жилью, да, строительству жилья, там целая программа на уровне Минсельхоза, поддержка молодого специалиста. Вот. Раньше, вот три года, о чем говорят, да, к заработной плате доплачивали. То есть высшее образование 25 тысяч в течение трех лет, средне-специально 10 тысяч. Это доплата была к заработной плате. И, конечно, он отработал, грубо говоря, да, за 50 тысяч в течение трех лет. Он понимает, что перспектив здесь, условий нет. Нет, не детский, ну, детский сад, фельдшерский, акушерский, удаленность, все. Естественно, но на сегодняшний день, повторюсь, есть возможность привлекать студентов. Только условия, все упирается в условия. И правильно сказали, и дороги, потому что это и мобильность. Честно говоря, вот это просто комфортное упражнение. Думаю, что такие разные тенденции. Вот вы заметьте, за последние 10, может, 15 лет, есть другая тенденция. Вот из Москвы, из других городов. Люди уезжают, наоборот, на село открывают эти фермы. Я согласен, но даже, во-первых, те, которые уезжают, это фермы. А у меня тоже были на эфире, ему тоже нужна доярка, он, вот мне говорили, там элементарный конюх, они этого не могут найти. Плюс те, кто уезжают, зачастую, они же, на самом деле, колхозниками быть не хотят. Они там что-то по удаленке, все равно для Москвы. Управлять. Да, да. Они не хотят взять по-разному. По-разному. Очень часто. Вот все-таки мне, Николай Иванович, скажите, ну вот хорошо, а вот какие вы варианты решения проблемы рассматриваете? Ну, я не знаю, ну, может быть, если у вас вот хотя бы в страду, ну, нанимать людей разово, ну, грубо говоря, чтобы он чисто на два или сколько там, на месяц приехал, вот. Мы так и делаем. Вот. На летний период мы принимаем на пассивную, на уборку. Со стороны привлекаем людей. Создавать банк данных, который у вас вот был, кабанер, как говорите, три года, потом уехал, оставить его информацию, потом раз, допустим, это позвонить ему, там, Петр, слушай, у нас сейчас страда, 70 тысяч в месяц приезжают, вот поработаешь, ну, к примеру. Ну, условно, вы, ну, вы сами сказали, там, ну, 50, я не знаю, ну, 30, ну, для райцентров это деньги хорошие, да и для Твери тоже, на самом деле, там, 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 вот, 50 тысяч, если это очень хорошая зарплата. Ну, хотя бы так, просто как-то проблему надо решать. Хотя пусть временно, чтобы приезжали, вот, поработали, вот, в разгар самый, а потом, пожалуйста, возвращайся в город обратно, если ты не хочешь зимой получать, или в ноябре, там, 20 тысяч, те же самые. Ну, они же уже там устроились, наверное, у них же есть своя работа, как он может уехать. Привлекаем, безработных, там, или кто-то там дома. Ну, уже какой безработный? Вы за компайнера и спасаете? Нет, бывают нормальные ребята. Ну, как не ребята, уже в возрасте, 40 лет, там, 50, ищем таких. Мужики. Да, ну, просто как-то надо ведь решать проблему. Решаем, так и решаем. Это опыт уже, которых не хватает. А вот молодежь, молодежь пока выбирает город. Да. Как придумать все-таки, чтобы стимулировать ее, там, дополнительно. Как ее задержать. Да, задержать. Слушайте, а может, не нужно вообще задерживать? Знаете, ведь вот я как слышал, что в Америке, которая одна из крупнейших сельхоздержавов мира считается, по всему, по всему направлению, мясо, зерно и так далее, что там, на самом деле, все вот это производится совсем вот такой незначительный процент населения, которые вот эти фермеры, те самые знаменитые американские реднеки с красной шеи загорелой, вот. А большая часть там, ну, давно в городах живет. А вот тех, кто населил их, вот так. Там нет никаких вот этих огромной сети деревень, как у нас мы привыкли. Там вот фермы, и там работают как раз немного. Вот, может быть, нам идти по такому пути тогда? Там, на самом деле, такая же история тоже. Все хотят в этом Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и так далее. Но автоматизация замещает, конечно, многие процессы. Но все пока все равно невозможно. Тут нужен человек. Ну, уже никто не говорит, что в деревне вообще, кроме председателя колхозника, он должен остаться. Но все-таки, вот, Николай Иванович, автоматизация, на ваш взгляд, за ней есть перспектива? Вы узнавали, может, есть такие технологии и так далее, я не знаю там. Ну, на наших уже производственных зданиях уже, наверное, автоматизацию не установить. Там все надо делать с нуля. Строить, значит, современные здания, там что там, животноводческие помещения. Да-да-да. Может быть. Инвестор интересуется, люди там тоже готовы разные вкладывать графики в такие предприятия. Ну, это не... Там надо миллиарды найти. Вы затронули тему, да, вот, фермерства США. Совершенно другая... Надо оттолкнуться, совершенно другая психология у них. Понимаете? А какая другая вот психология? Психология, если, например, США же молодое государство, в принципе, если сравнивать. К тому, зато у них стараются визуально. Ну, молодое, да. Если поколение... Семья занимается из поколения в поколение фермерством, да. Если мы посмотрим даже фильмы в США про фермеров, да. Меры поддержки совершенно иные. Та же инфраструктура совершенно иная. Ментальность совершенно иная. Надо не сбрасываться из счетов, что, извините, 70 с лишним лет Советского Союза, да, они тоже не прошли даром. Да, они прошли очень плохо, ведь того самого настоящего крестьянина, который любил землю сельского села, еще в 20-30-е годы. Понимаете, я под это и подвожу, что у нас относительно недавно по времени фермерство-то начало зарождаться в России, понимаете? А там 200 лет люди занимаются. Совершенно иное. И то, что у нас от Советского Союза осталась форма сельхозпроизводства, колхоза, СПК, как ни назови, да, ментальность людей, отношение к труду, отношение к технике. У нас люди, все кругом колхозное, все кругом свое, да, понимаете? А в данном случае ничьей, актер не жалко. Не жалко, вот. Исфалтурить можно. Вот мы говорили, да, про агрохолдинги, 70 тысяч заработная плата, современные это. Они тоже испытывают кадровый голод, понимаете? Кадровый голод испытывают. Вот не только, вот, СПК маленькие, да, и огромные испытывают. Да, я знаю, да. Поэтому здесь, когда мы говорим, у нас перекос-то вот этот именно исторический произошел, у нас вытравили собственника, тот, кто любил землю, тот, кто работал на ней. У нас привели к административно-командной системе. Сверху планы, сверху это, сверху то. Люди, вот просто мысль в том, что люди не то, что разучились работать, думать. Не разучились. Думать, за них думали. Желание пропало. И на сегодняшний день мы сталкиваемся с ментальностью. Слава Богу еще, что люди, те, которые остались, да, они работают на сельхоз, это, предприятие. И наша-то задача на сегодняшний день развивать, вот, поворачиваться, как можно сказать, вот, понимать ответственность за землю, ответственность за село и вот этот дух собственности, отношения бережного. Вот это то, что вы утратили. Другая большая тема, мы к ней вернемся в следующем эфире. И спасибо большое, уважаемый гость, наш эфир, к сожалению, подошел к концу, очень интересно поговорили, мы говорили сегодня о проблемах кадров, кадрового голода на селе, о том, все-таки, что делать, для этого какие-то шаги предпринимаются, но сделать нужно очень многое. Спасибо большое. Вам хороших урожай, вам хороших студентов. Спасибо. Ну, а вам, кого-то, все-таки, может, кто-то хочет, желание поработать на земле. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»